Этот выпуск, это первый выпуск, которым я хочу начать серию подкастов, посвященных рассмотрению вопросов экономики с точки зрения инженера, то есть с социотехнической точки зрения. Мы постараемся посмотреть на экономику, не забираясь в мораль, не забираясь в гуманитарное право, не пытаясь рассуждать с точки зрения гуманитарных наук, а попробуем посмотреть на экономику с чисто материалистических позиций. Большая часть из того, о чем я собираюсь здесь рассказывать, хорошо известной может быть легко найдена и никаких там великих открытий и каких-то ключевых прорывов в экономике я, конечно, не расскажу. Но, занимаясь вопросами улучшения логистики и улучшения работы предприятий, добавляя к классическим экономическим знаниям опыт внедрения решений теории ограничений, у меня появились некоторые наблюдения, рассуждения, связанные как раз с потоковыми моделями и моделями инженерно-физическими, что касающихся экономики. И этими моделями я собираюсь в этих подкастах, собственно говоря, поделиться. Поэтому общее название этого цикла – это «Инженерный взгляд на экономику» или «Разговоры инженера об экономике». Ну и, как положено, мы начнем с определения, о чем же мы собираемся говорить. Что же такое экономика? Готовясь к этому подкасту, я покопался в интернете и в литературе. И, в общем, можно сказать, что экономика – это понятие, которое используется для трех разных объектов. То есть, во-первых, это некая совокупность отношений в обществе, которая происходит в процессе производства, потребления, распределения, обмена товаров и услуг. Второе – это некое такое общее наименование для хозяйства, неважно, страны, предприятия, какой-то отрасли. Ну и третье – это, собственно, экономика как наука. То есть, это такая наука О, которая как раз и занимается исследованием всех этих вещей. Давайте посмотрим, как по-разному определяется экономика. Как? Вообще, изначально, ну это банальная вещь, хорошо известная во всех словарях, изначально слово экономика происходит от греческого «ойкос иномос» – «дом и закон». То есть, изначально экономика – это законы управления домашним хозяйством. То есть, это наука, которая занимается изучением законов управления хозяйством. И если мы посмотрим на разные определения, то у нас будут следующие моменты. Экономика – это совокупность наук о ведении хозяйства, вид социальной науки, изучающий взаимоотношения людей в процессе производства, потребления, распределения и обмена товаров и услуг. Предмет экономики – это то, как человек и общество выбирают способ использования ограниченных ресурсов. Другое определение. Экономическая наука занимается исследованием нормальной жизнедеятельности человеческого общества. Она изучает ту сферу индивидуальных и общественных действий, которая теснейшим образом связана с созданием и использованием материальных основ благосостояния. Еще один вариант определить. Экономика – это наука, изучающая человеческое поведение с точки зрения соотношения между целями и ограниченными средствами, которые имеют разное употребление. Еще вариант. Экономика – это наука о хозяйстве, управлении хозяйством, отношении между людьми и окружающей средой, возникающей в процессе производства, распределения, обмена и потребления благ и услуг. И еще два определения, прежде чем мы начнем разбирать их детально. Экономика – это система хозяйствования, которая обеспечивает общество материальными и духовными благами. И экономика как наука – это наука, которая изучает способы удовлетворения постоянно растущих потребностей общества в условиях ограниченности ресурсов. Ну и дальше можно бесконечно посмотреть разные определения. Все эти определения будут сводиться к тем же вещам. Если мы посмотрим, что в этих определениях общего, отбросив то, что это наука. То есть это раздел человеческого знания, который рассматривает, как люди ведут хозяйство и обмениваются между собой, индивид с индивидом и индивид с обществом, некими благами. При этом, в зависимости от того, кто дает определения, блага могут быть материальными, а кто-то даже включает в эти процессы духовные блага. Зачем мы все это разбираем? Если мы посмотрим на эти определения, то получается, что вся экономика так или иначе упирается в людей. В людей, в их отношениях между собой и в использовании ограниченных ресурсов. Во всех учебниках по экономике написано, что основная проблема экономики – это ограниченность ресурсов, конфликт между ограниченностью ресурсов и постоянно увеличивающимися потребностями человека. На мой взгляд, в этих определениях есть несколько ошибочных исходных посылок. Первая ошибочная исходная посылка, о которой я буду в свое время говорить, это исходная посылка о постоянно возрастающих, безграничных потребностях человека. Нужно понимать, что эти определения давались в доиндустриальную и начало индустриальной эпохи, когда действительно существовала проблема обеспечения людей необходимыми благами. Если мы понаблюдаем историю, то история 20 века показывает примерно следующее. Каждый раз, когда экономика приобретает глобальный характер, то есть та или иная экономическая модель начинает покрывать весь наш шарик, начинается мировая война. Потому что в основе подавляющего большинства экономических концепций лежит идея экономического роста. Нигде в определениях это не прописано, но когда мы говорим об экономике, то мы часто упираемся и часто рассматриваем ситуацию с точки зрения есть экономический рост или экономического роста нет. Давайте проанализируем ситуацию глобальной экономики, которую мы имели буквально несколько лет назад. Если мы построим потоковую модель экономики, то потоковая модель экономики выглядит следующим образом. Природные ресурсы, энергия и человеческий труд воплощаются в некие блага. Давайте называть их товары. Эти блага в конечном итоге потребляются населению. Соответственно, экономика может расти до тех пор, пока может расти уровень потребления населения. В рамках теории ограничений мы хорошо знаем следующий момент. Если мы занимаемся логистической цепочкой, в этой цепочке у нас может быть ряд ограничений. Это может быть ограничение мощности, когда нам не хватает какого-то ресурса. Это может быть ограничение времени, когда мы просто не успеваем выполнить заказ за то время терпения, которое есть у нашего клиента. Но эти ограничения мы как-то можем устранять, создавая запасы, добавляя мощность, добавляя ресурсов, увеличивая производительность этих ограниченных ресурсов. Мы эти моменты можем добавлять. Но есть один момент, в который мы всегда упремся, как бы мы не увеличивали свою мощность. Это ограничение рынка. То есть, как бы мы с вами не наращивали свою мощность, мы упремся, в конце концов, потребителям нашей продукции. Как только потребители нашей продукции начнут потреблять все, кому надо, все, у кого есть потребность нашей продукции, начнут потреблять то, что мы производим, не важно, что это услуги, товары, продукции, вообще не важно, то наш рынок закончится. А когда наш рынок закончится, то у нас закончится экономический рост. Таким образом, предел развития экономики, предел роста экономики определен населением планеты и его способностью потреблять те или иные блага. Глобальная экономика в этом случае превращается в закрытую систему. Мы все с вами находимся на планете Земля, население которой на текущее состояние около 8 миллиардов. Как только экономика начинает охватывать все 8 миллиардов населения, она превращается в закрытую систему. А для закрытой системы действует второе правило, второе начало термодинамики. В закрытой системе уровень энтропии, то есть уровень хаоса, может только увеличиваться. Когда мы говорим про физические аналогии, то закрытая система рано или поздно выравнивает потенциал энергии внутри себя, утрачивает структуру и превращается в некое аморфное состояние, которое называется, в отношении Вселенной, говорят, наступает тепловая смерть. Как только у нас замыкается экономика, как только мы получаем закрытую систему, у нас исчезает разность потенциалов между ресурсами и потребностями, и, соответственно, наши потоки начинают останавливаться. Но это то же самое, как если у вас вода не будет перетечь между перепадами высот. У вас исчезает энергия, которая обеспечивала движение благ в одну сторону, ну и, соответственно, обменных благ в другую сторону. Мы об этом поговорим отдельно. Потому что сегодня мы все считаем, что экономика – это обмен товара на деньги, и вокруг этого все, собственно говоря, и строится. Считается, что деньги – это медилы экономики. И если мы посмотрим, как мы сегодня меряем экономический рост или развитость экономики, мы меряем его по ВВП. Валовый внутренний продукт на душу населения. Но валовый внутренний продукт – это не что иное, как произведенные и потребленные товары и услуги в денежном эквиваленте на одного человека. При этом там объединяется как физическое потребление, так и виртуальное потребление, которое возникает у нас на фондовых рынках. Чем больше экономики смещено в фондовые рынки, тем выше будет ВВП этой страны. Потому что большая часть богатства создается не в физической области, не в реальной экономике, как это называется, а в экономике финансовой. Это следствие концепции монетаризма, которая победила, по большому счету, на сегодняшний момент во всей мировой экономике, которая была создана в 60-х годах 20 века. Но давайте мы вернемся опять к физике. На самом деле предел нашего развития определяется пределом потенциала неудовлетворенных потребностей населения той или иной территории, или, если мы будем говорить глобально, то всего шарика. На текущий момент предпосылок к тому, чтобы наступила тепловая смерть экономики, еще нет. Потому что есть значительный перепад в уровне жизни между теми, кого мы называем развитыми странами, и теми, кого мы называем развивающимися. Более того, сегодня потенциал неудовлетворенного спроса, точнее, потенциал неудовлетворенных потребностей, допустим, в Китае или в Индии, значительно выше, чем в Европе. Потому что текущий уровень жизни населения Индии или Китая значительно ниже, чем европейский, а население этих стран сильно больше европейского. Но рано или поздно это потребует перераспределения богатства. Потому что выравнивание уровня потребления потребует перераспределить движение богатства. То есть нам понадобится основными потребителями станут не страны, страны Европы и Северной Америки. Ну, собственно говоря, все то, что мы называем коллективный запад, хотя туда не только запад попадает. Население этих стран растет медленно, уровень жизни там достаточно высокий, и расти дальше по уровню жизни в этих странах достаточно сложно. А это значит, что рано или поздно потоки потребления должны будут развернуться к странам, у которых еще высокий уровень неудовлетворенных потребностей. Вопрос, за счет кого? Потому что мы с вами находимся на шарике, у этого шарика есть ограниченный риск. Этот взгляд местами пересекается с тем, о чем в свое время спорили физики. Потому что если мы подойдем к оценке экономики с точки зрения того, что глобальная экономика стала закрытой системой, то экономику ожидает тепловая смерть, а это означает, что норма прибыли снижается до нуля. Потому что сегодня норма прибыли, которую мы получаем, складывается из разницы в уровне жизни стран, которые производят базовые продукты и стран, которые потребляют результаты этих базовых продуктов и производят продукты с высокой добавленной стоимостью. Высокотехнологичные продукты, которые потом распространяются помимо. То есть у нас есть разница потенциалов, которые, собственно говоря, за счет стремления одних поднять свой уровень жизни создает некое постоянное движение ресурсов. Но если сегодня, например, Китай замкнется внутрь себя, то всю мировую экономику ожидают большие проблемы. А Китай со своим внутренним рынком полтора миллиарда человек имеет очень и очень приличные перспективы роста только на внутреннем потреблении. Физики, рассуждая о Вселенной в свое время, я яростно дискутировали вопрос о том, ожидает ли Вселенную тепловая смерть. Потому что если система, если Вселенная является закрытой системой, то неизбежно закрытую систему ожидает тепловая смерть. И по большому счету вот две школы, которые между собой спорили и так не могли договориться. Одни говорят, что да, рано или поздно Вселенная распадется обратно на элементы, потому что вся разница потенциалов будет истрачена. Другие говорят, нет, потому что Вселенная находится в поле гравитации, а значит не является закрытой системой. Если мы посмотрим с этой точки зрения на глобальную экономику, то в отношении человека тоже существует некое подобие поля гравитации. Вокруг этой вещи, на мой взгляд, не учет этого фактора марксистами в свое время и всякого рода утопическими социалистами, именно не учет этого фактора приводил к тому, что любая попытка построить социалистическую плановую экономику провалилась. Дело в том, что есть у человека ряд потребностей, которые являются биологическими. Мы отдельно об этом поговорим, но сейчас мы скажем одну из базовых вещей. У человека есть потребность в выживании, у человека есть потребность в размножении, у человека есть потребность в доминировании. и вне зависимости, как бы хорошо мы не жили, как бы уровень жизни мы не поднимали, потребность гомо-сапиенсов, сапиенов, в доминировании, то есть выстраивании некоего иерархического общества, которое является врожденной, которое является биологической, а значит управляющей нашим поведением на инстинктивно-гормональном уровне, это то самое поле гравитации экономики, которое будет обеспечивать постоянную неудовлетворенность. А если будет обеспечиваться постоянная неудовлетворенность, то у нас будет возникать поле, в котором экономика будет в состоянии развиваться. Дальше мы с вами попробуем обсудить потребности индивида, потребности человека и может ли экономика удовлетворенность, могут ли духовные блага быть частью экономики. Первый блачок закончен, можно включать звук. Вопросы по этой части я готов обсуждать. не знаю, сколько она говорит. Поле гравитации это поле неудовлетворенной потребности человека в доминировании над другими такими же человеком. Да, у человека всегда будет потребность в обществе понимать выше кого он и ниже кого он, кто выше него. И кто-то будет всегда стремиться вверх, а кто-то будет удовлетворен тем местом, где он занимает, но за это место он будет бороться. Если сказать наоборот, то я повторюсь просто, правильно написал, доминирование это своего рода гравитационный механизм для мировой экономики. А почему только доминирование а не другие биологические потребности? Хороший вопрос. Давайте попробуем эту штуку сейчас проговорить. Смотрите, какая вещь. Мы заходим сразу в тему потребности человека. Ну, все знаете пирамиду Маслова, всем она знакома. Это пять уровней, где уровень выживания первое, размножение, воспроизводство, дальше это потребность в общении, это потребность места в обществе и пятым уровнем Маслова обозначала потребность самореализации. Потребность самореализации это выход уже за пределы животных. Хотя, хотя, это тоже можно рассматривать как биологическую стоимость. Смотрите, первые два слоя это слой обеспечения физического выживания. Физическое выживание человека это обеспечить ему необходимое питание, обеспечить ему необходимый баланс этого питания и соответственно обеспечить ему комфортные условия проживания. Обеспечить ему комфортные условия проживания, потому что человек может жить в очень ограниченных температурных режимах. Например, жизнь на нашей территории для человека это очень энергозатратный процесс. Обеспечить человеку необходимость температурный режим. Что такое? Это одежда и убежище. энергетику по отоплению, но если вы живете в тропических лесах, то отапливать вам уже не надо, у вас остается только одежда и убежище. И том одежда уже по сколько больше. Это слой, который обеспечивает физическое выживание. Что касается потребностей в размножении. Эта штука требует отдельной проверки. это реально надо проверять. Сегодня это еще не доказанное наблюдение, но есть некая тенденция, которая показывает следующие вещи. По мере повышения материального благосостояния уровень рождаемости падает. Уровень рождаемости в развитых странах ниже, чем в развивающих. Уровень рождаемости в странах с высоким уровнем образования ниже, чем в странах, в которых уровень образования меньше. Есть даже такая закономерность. Если вы хотите снизить уровень рождаемости в стране, дайте женщинам высшее образование. Поднимите уровень образования женщин и уровень рождаемости в стране снизится. Чем более благоприятные условия жизни, тем меньше сапиенс стремится к размножению и тем больше каждый отдельно взятый человек стремится к максимальному комфорту для себя любимого. При этом у большинства групповых животных размножение является функцией доминирования. Собственно говоря, все брачные игры у всех животных это игры, связанные с доминантностью самцов либо самок в зависимости от того, как это у того или иного вида организовывают. Кто собственно говоря, за кого борется. Но получается, что в человеческом обществе это выглядит так. Обеспечить выживание, если вы голодные, плохо накормленные и условия у вас некомфортные, вам нужно выживать, вам не до размножения. Как только вы обеспечиваете выживание, вы начинаете бороться за свое право размножиться, которое строится вокруг доминанта. В современном об... Давайте это мы отдельно поговорим. про эти вещи, но доминантность... Дальше доминантный индивид получает больше шансов на размножение. А при этом доминантность никогда не насыщается. В отличие от всех остальных, доминантность никогда не насыщается и она максимально разнообразна по формам проявлений. Как-то так. Спасибо. Как-то так. Сейчас попробую еще один вопрос сформулировать. Не очень хорошо в голове увязался, но смысл такой, что есть население, у которого есть безграничный рост потребностей. Сейчас вроде как мы пришли к тому, что есть насыщение у потребностей. И вы говорите, что мы не можем расширить рост потребностей за счет увеличения числа человек на планете. потому что население тоже снижается. Население не снижается. У нас в населении идет перекос. У нас по мере роста благосостояния снижается рост населения. У нас активнее всего растут регионы, которые находятся в неблагоприятных условиях с точки зрения качества жизни. у нас активно растет вся Юго-Восточная Азия. Не сказать, что там люди живут в очень комфортных условиях, что они всем обеспечены. У нас активно растет Африка. Ну, в общем, люди там голодают. И уровень жизни там по всем европейским. Но если обеспечить рост потребностей с помощью роста населения? Я вопрос, Ваня, не понимаю. Ну, чем больше населения, тем больше у нас нужно распределять ресурсы. Ресурсы у нас ограничены. Вот эта история как раз интересная. Каких ресурсов? Вот стоп, Ваня, вот здесь важный момент, смотри. Чем больше населения, тем больше рынок. тем больше экономика потенциальная. Потому что рост экономики упирается в количество населения. С этой точки зрения мы, например, маленький рынок, несмотря, и мы маленькая страна. Несмотря на 17 миллионов квадратных километров, имея меньше 150 миллионов населения, мы маленький рынок. И мы маленькая экономика. с точки зрения интереса внутреннего. А Китай это большой рынок. И большая экономика, потому что там большое население. И у этого населения не очень-то удовлетворены потребности. я имел ввиду ресурсы, которые обеспечивают жизнь текущей цивилизации. Что это? Электричество, газ, нефть. Я пока про это даже ничего не говорил. Да, вот это важная история, мы об этом поговорим отдельно. Потому что когда мы говорим под ограниченными ресурсами, это всегда вопрос, какие ресурсы ограничены. И это прямо отдельно нужно обсуждать. Пока я говорю о том, что глобальная экономика, базовая, о чем я хотел сказать, глобальная экономика это закрытая система, которая либо попадет в состояние тепловой смерти, и она не перестанет расти, и это неизбежно, либо мы должны выстроить такой способ, который позволил бы эксплуатировать потребности населения. Эксплуатировать потребности какие? Ну, а в общем у нас экономически это три. Выживание, размножение, доминирование. Точнее наоборот, о человеке нужно говорить по-другому. Это потребность в выживании, доминировании и размножении. но тогда, чтобы еще тогда вот этот тезис, на котором сегодняшняя встреча по большому счету все построено, правильно ли я понимаю, что у меня есть вопрос, но к нему подойти надо, правильно ли я понимаю, что экономика в связи с ограниченностью земного шара, она предопределена как закрытая, то есть изначально мы должны понимать, что она предопределена закрытая. И вот эта история с повышением, понижением благосостояния, вот этот блуждающий, скажем так, потенциал и потребность, он от создания мира есть. Если его не будет, это все замирать начинает. Я правильно понял тему? Ну, скажем так. Я сейчас, смотрите, Дмитрий, чтобы было. Если мы возьмем, например, вот у нас Россия большая страна, по отношению к многим, если мы возьмем и закроем ее, то что будет? Вот все, в рамках одного государства это закрытая система. Точка. То что там произойдет, вот прям фактически. Вопрос у меня какой? В чем ошиблись социалисты? Социалисты ошиблись не в этом. Они ошиблись в том, что мы забегаем сильно вперед, они ошиблись в том, что они попытались выстроить равенство. Они постарались убрать вот этот разность потенциалов, начали убирать. да, они одна из базовых ошибок социалистических, точнее коммунистических подходов, в которых я считаю ошибся Маркс и ошиблись коммунисты, но это нормальная ошибка для конца 19 века. Вся философия социальная 19 века, она является наследником просвещения, которые думали и двигали следующий уровень. Если мы поднимем уровень осознанности общества, то у нас человек, мы сможем выстроить, так правильно сказать, если мы поднимем уровень осознанности общества, то мы сможем выстроить общество равных возможностей, мы сможем выстроить вот это самое равенство и убрать неравенство. Но если в данном случае господа, которые борются за построение равенства всеобщего, они идут в прямое противоречие природе, то есть они перестают быть материалистами и превращаются в идеалисты. То есть они говорят, что сознание высокообразованное, развитое в состоянии подчинить себе физическое тело, физические, физиологические потребности, биологию. Сознание способно победить биологию. Если мы исходим из следующей исходной посылки, что потребность в доминировании, на самом деле потребность в месте иерархии относительно других является биологической в силу того, что человек животное коллективное, то мы автоматически попадаем в ситуацию, что человек никогда не будет удовлетворен равенством. Всегда будет необходимость проявить свое отличие, проявить свою доминанту. и как только мы начинаем выстраивать что-то равное для всех, всегда сразу возникает часть общества, при том это часть общества активная, склонная к доминантности, к подавлению остальных, которая начинает бороться за то, чтобы выделиться на общем пункт. Простейший пример. В армии все одинаковые, но на самом деле нет. Чем выше твой уровень в иерархии, да просто когда вы двигаешься от молодого бойца к дедушке, тем больше у тебя внешних проявлений того, кто ты есть и твоего места в иерархии. Я уже не говорю про вот эти все дембельские аксельбанты, когда они как елка обвешаны всем, чтобы просто выделяться на общем. Ну вот у меня тут тоже картинка из армии пришла, даже я в военном училище учился и там у нас не было дембелей, но даже молодые курсанты на первом курсе все одинаковые, но вот кто-то бляху хочет себе немножко другую, кто-то хочет петлички там, которые определенным образом блестят, кто-то хочет себе козырек на кепке завернуть, чтобы он был круглый, а не прямой, как у других, кто-то кепочку выровнять. и вот это как раз и есть проявление биологической потребности в это невозможно преодолеть сознание. У меня сейчас тогда возникает по нашей с вами в любимых терминах возникает конфликт. О чем я говорю? В физике говорят о том, что любая закрытая система рано или поздно закончит тепловой смерти. Но я сейчас понимаю, что в любой закрытой системе, пронесив туда человека, как биологически активный вид, который обладает доминантой, он не даст этой системе умереть тепловой смертью, потому что кто-то один, но начнет доминировать. Тогда у меня вопрос. Экономика это вот то, с чего мы начали. Это система передачи, покупки, ресурс и так далее. Но активным движителям и вот элементом этой экономики является человек. Человеку присуще доминировать. И у меня конфликт какой? Экономика это через не знак равенства, но что-то быть как этому. Это про человека, а человеку свойственно разрушать через доминирование закрытые системы. Да. Именно поэтому человеку в экономике всегда доминантность хорошо. То, что у человека есть встроенная доминантность, это то, что защищает экономику любую от тепловой смерти. Потому что именно вот это неустранимое, неудовлетворимое на сто процентов потребность в доминировании и создает разность потенциалов экономики. Потому что экономика всегда двигается концентрация благ к доминантным, вытягивание блага к доминантной, к доминантную часть, да, создавая в обмен занятость, защиту, мы об этом поговорим, когда будем говорить об государстве и обществе, да, то есть занятость, защиту тем, кто не доминант. Более того, с момента, с момента, как мы построили с вами демократические общества, а сегодня нет недемократических обществ вообще. Потому что, более того, у нас сегодня даже не демократия, у нас сегодня охлократия. Потому что демократия изначальная предразумевает некий ценз, когда не мнение всех важно, а важно мнение тех, кто влияет и кому есть что терять. А сегодня вот вся эта демократия максимальная с 18 лет, это уже не демократия, это власть толпы, охлократия. И когда у нас появляется такого рода структуры, я потерялся, куда я сюда попал, откуда я оттолкнусь. А, мы говорили про доминантность, да? Да. Такого рода структуры вовлекает огромное количество принятия решений. Дело в том, что вся история, это история элит и молчаливого большинства. Это отдельная тема, это прям нужно обсуждать, отдельный выпуск записи. Это история элит и молчаливого большинства. Сегодня большинство стало говорящим. И в том обществе, что мы построили, когда у нас все как бы имеют равные права, ключевое слово как бы, доминантность начинается массово. Я сейчас говорю не про исключения, которые есть. Ну, если мы возьмем Перельмана, то он демонстрирует свою доминантность другим путем. Но массово индивид демонстрирует свою доминантность через уровень потребления. Доступность благ, стоимость машины, стоимость недвижимости. Индивид в современном обществе демонстрирует собственную доминантность через доступный ему уровень потребления. А это опять же создает основу для экономики. Скажите тогда, я бы еще раз тогда переспросил, чтобы разобраться, что такое закрытая экономика. Мы начали с того, что закрытая это когда ограничивается потребности людей через равенство, когда потребности людей перестают расти. Экономика закрывается на определенном территории в виде всего земного шара. А не получается ли так, что закрытая экономика это не про габариты и потребности, это про наличие либо отсутствие вот этой доминанты. То есть термин закрытая это не про ограничения размера. Это термин загадал закрытая в данном случае заимствован из физики и термодинамики. Термодинамики закрытая система это система которая не обменивается со средой материи энергии информации. можно вопрос сейчас погоди мы закончим. С внешней средой не обменивается материи энергии информации. Земной шарик с точки зрения экономики закрытая система. Но вот эта энергия доминантности она ее раскрывает. Потому что она создает разность потенциалов внутри системы. можно вопрос я правильно понимаю что характеристику уровня закрытости системы можно следить по такому показателю как скорость потока отношения двух параметров скорость изготовления удовлетворения потребностей и скорость их появления. Чем выше по этому отношению. То есть если мы производим потребности поток неудовлетворенных потребностей выше чем поток который его удовлетворяет соответственно система склонна к открытости. Нет это не в этом. На самом деле она закрыта будет как только у тебя пропадет источник разности потенциалов. То есть грубо говоря если ты возьмешь с точки зрения воды вот у меня стоит бутылочка воды то как только у всех будет всегда в доступе вода то потребность будет нулевая. Она имеет некую частоту какой она снова появляется исчезает но возможностей там больше продать воды у тебя не станет. Человек как биологическое смертное оно генерирует потребности в виде какого-то потока. Больше меньше но постоянно умирает. Я бы по-другому сформулировал. Во-первых у человека ну это важная история да во-первых у человека потребностей много раз есть при том эти потребности имеют свойство колебаться с определенной частотой. Какая-то потребность после удовлетворения очень быстро нарастает. Та же потребность в воде она нарастает очень быстро. Потребность в еде нарастает очень быстро постоянно по этому колоду. А некоторые потребности там в убежище и прочее они имеют меньшую частоту колебаний и они могут иметь иную амплитуду. это такая большая тема обсуждения потребностей но оно немножко сейчас выходит за рамки этого выпуска потому что в этом выпуске о чем я хотел что я хотел обсудить то есть то что экономика так или иначе упирается в потребности людей и глобальная экономика всегда закрытая система а будучи закрытой системой она ее ожидает тепловая смерть в точении нет возможности роста как только она становится глобальной при том это произойдет закроем мы страну или мир попытка построить автортическую экономику то есть экономику которая закрытая существует только если мы сейчас закроем страну то мы получим тоже закрытую систему если бы у нас не было потребности в доминировании то мы очень быстро получили бы тоже тепловую снег экономики она бы прекратила расти да вопросом начну со мной важно мало ли второй не успеем я не догнал как доминантность обеспечивает обмен нашей закрытой системы с внешним миром у меня сейчас в голове картинка вот висит в космосе бочка в которой мы непрерывно подпрыгиваем встаем друг к другу на плечи и снова подпрыгиваем и пирамиду друг из друга выстраиваем снова подпрыгиваем но бочка по-прежнему остается закрытой системой вне зависимости от того как внутри этой бочки иерархии здесь как раз вопрос про является ли вот эта попытка выстроить иерархию внутренней частью системы или внешней по отношению к человек по отношению к экономике все-таки внешняя система как проявляется доминантность в экономике то есть если у всех будут одинаковые если мы всем людям дадим по автомобилю дадим всем по чему у нас там вести лада веста обязательно появится кто-то кто из этой лады весты попробует сделать что-то отличающее от всех остальных а это значит возникнет неудовлетворенность то есть возникнет энергия для того чтобы к этой вести что-то прикрутить что-то произвести сделать сделать какой-то обвес сделать какой-то продукт который сделает его выше всех остальных при этом чем быстрее он способен реализовать вот эту потребность выделиться тем выше будет его доминант и вот эта разница между общим уровнем и тем уровнем к чему стремятся доминантные особи всегда создает напряжение для движения экономики ответил да спасибо второй вопрос если есть время вот это вещь идеалистическая идея марксистов о том что сознание может подчинить себе природную обезьяну почему она идеалистическая наверное потому что делась бухта-барахта и мы в нее верим правильно ну потому что мы решили что это так вопрос здесь важно идеализм это важно идеализм это то что основывается на первичности сознания идеалистично она потому что мы считаем что мысль здесь сознание здесь первично по отношению к физиологии к биологии как марксистский лагерь вообще идеалистическая идея поддалась а вот самое забавное что она вот так туда просочилась она нематериалистична по сути своей вопрос надо ли нам доказывать что она не верна я не буду ее доказывать я это скажем так в рамках того что рассказа я ее подвешиваю как гипотезу то есть или точнее если будем брать термины математики это лемма то есть это утверждение которое сдается в доказательстве но для подавляющего большинства объяснения мотивации поступков концепция выживания доминирования размножения закрывает 90% поведения экономического да я правильно думаю о том что доминирование есть различные виды потребности есть определенное распределение потребностей нормальное распределение потребностей такое усреднение такое куда там стремится система ради такого упрощения это ради смерти система само доминирование оно своим потенциалом сдвигает изменяет это распределение в пользу неравномерного иного для того чтобы доминировать и именно это и является движителем экономики да я бы сказал что доминирование дает нам распределение с длинным правым хвостом то есть сильно сдвинутая влево но дает нам очень длинный правый хвост в котором большое количество разнообразия в данном случае даже не я придумал у Толеба эта штука описано что как только у нас появляются социальные процессы нормальное распределение там перестает работать у нормального распределения всегда длинные жирные правые хвосты которые собственно и обеспечивают экономику ее непрерывный рост окей спасибо вопрос такой у меня для верну еще раз тезис такой о том что если например какую угодно мы закрыли страну не дай бог свою вот мы закрыли границу с внешним миром является это знаком того что мы точно получим тепловую смерть сейчас вот я вот этот тезис просто если мы закрыли страну то значит мы получили закрытую систему и если мы туда не полезем с идеям равенства а будем поддерживать здоровый потенциал между богатыми и бедными которые будут уменьшаться мы этой стране позволим нормально комфортно существовать и отсюда вопрос верен ли тезис о том что если страну закрывают она умирает значит я по-другому тебе отвечу вот как раз эту тему я хочу обсуждать отдельно первая вещь мы должны если мы не хотим чтобы страна умерла мы должны реализовать возможность получается такая тавтология мы должны реализовать возможность реализовывать потребность в доминировании дать возможность доминации внутри этой системы если эта потребность будет поддержана и это не про богатые и бедные вот здесь очень важный момент если мы будем пытаться выстраивать доминантность вокруг потребления чисто потребление и только потребление то мы получим во-первых всегда капиталистическую экономику которая будет стремиться к концентрации ресурсов за счет эксплуатации всех остальных такая экономика не может существовать в закрытом режиме потому что у капитала есть свойство постоянного самовозрастания ему нужно наращивать вот эту концентрацию мы получим то же самое что мы сейчас имеем когда у нас концентрация ресурсов происходит очень ограниченные части а остальные на это собственно говоря работают да и вот если мы будем это через богатство бедность выстраивать доминантность то обрушим потому что в конце концов самым доминантным потребуется выход за пределы они начнут доминировать с кем-то еще это прям целую нужно отдельную тему индивид общества и доминантность общественная и индивидуальная проговаривать и ее проявление в экономике да но если мы сможем реализовать потребность доминантности при этом не замыкая все это на уровень потребления да а главное не замыкай это на денежное измерение то у нас есть вариант при котором экономика будет существовать и более того она будет экологична то есть нас фактически приучили к тому что я записал доминанта демонстрируется через уровень потребления индивида нас к этому приучили а следовательно отсюда вот этот тезис доминанта через уровень потребления она естественно закрытой системе как я сейчас понял она убивает эту систему и вот это соответственно у нас вот этот тезис у большинства том что и у меня закрытая система умирает связан с тем что потому что у нас в системе доминанта это уровень потребления но тогда все-таки закину на будущее а хотя бы один вариант доминанта без не через деньги через первое доступ к благам это не деньги смотри фокус весь в том что сейчас у нас уровень потребления и количество денег они взаимосвязаны да мы будем говорить у меня будет отдельная тема про деньги да сегодня у нас деньги это богатство это уровень потребления как только ты отвязываешь богатство от уровня потребления от денег уровень потребления от денег а доступность благ делаешь на других основаниях то у тебя вот эти денежные измерения монетарные они сыпятся полностью потому что сегодня деньги это сведения это информация о твоей покупательской способности по сути сегодня деньги это информация о том с какой скоростью ты можешь удовлетворять свои потребности и через потребление демонстрировать свою доминанту богатство духовное например может быть может быть доминантность которая идет через другие вещи через признание заслуг через популяризацию тебя при этом тебе не нужно бороться за потребление потому что в чем проблема всех моральных способов стимулирования они что же про доминант они же строятся вокруг того что тебя похвалили но при этом ты точно так же стоишь в очереди за кубасой тебя похвалили но ты точно так же вынужден идти мучиться с ипотекой и какая-то какая доминант это имитация доминант ну давайте мы об этом поговорим в следующем выпуске и